На сегодняшний день основную часть молока и молочной продукции завозят в регион извне. Подобная ситуация складывается и в других областях. Глава государства подчеркивает важность скорейшего налаживания выпуска собственной продукции, что улучшит ситуацию по продовольственной безопасности в целом. Для этого всем молочным производствам нужна поддержка. Депутат мажориса парламента Снежана Ямашева в рамках проводимых встреч от партии Аманат посетила компанию «Ринго Милк». ТО «Ринго Милк» успешно развивается. За год увеличилось поголовье скота, и сегодня один из самых важных вопросов – обеспечить его качественной кормовой базой. Для КРС молочного направления это очень важный фактор, от которого зависит количество надоев. С одной коровы можно получить не менее 35 литров молока. Хозяйство имеет 6425 гектаров земли. Тысячи из них – орошаемые поля, на которых выращивают корма. Здесь шесть фрегатов берут воду из бледлежащей реки Барбастау. Проблема состоит в свободном пользовании имеющейся насосной станции. Стоимость новой – около 800 миллионов тенге. Вопрос необходимо решать для стабильной работы предприятия. Климатические условия меняются без орошения, корм не вырастим. Потому что у нас сеем люцерну, кукурузу, однолетнюю, например, суданскую траву, ячмень, вика, овсяная смесь. Все для скота, для коров. Если кормовая база хорошая будет, то молока – это уже ясно, что больше будем доить. Сейчас в коровниках более 500 голов. В зиму появляются телята. До иных коров – 200. Больших трудностей в производстве и реализации продукции нет. Однако объемы пока не настолько велики, чтобы развивать само производство. Три тонны в сутки забирают на переработку в ТО «Каверин». Чтобы создать молочный пояс, нужна качественная поддержка таким фермам, считает депутат мужелиса парламента Снежанна Имашева. Нам нужно думать о продовольственной безопасности. Мы до сих пор зависим от импорта молочных изделий. Такие молочные товары, например, как сыр, масло, мы еще не производим полностью. Мы еще зависимы в размере 40-20% от соседних стран. Поэтому очень важно поддерживать такие объекты, такие проекты молочно-товарные фермы для того, чтобы у нас полностью было казахстанское производство. Не только себя, чтобы мы могли обеспечить, но могли также экспортировать такую продукцию. Финансовая поддержка позволит хозяйству увеличить поголовье скота, приобретать новое оборудование и запустить недостроенные коровники. Самым важным эффектом станет снижение зависимости от импорта молока и молочных продуктов. В своем выступлении Снежанна Имашева отметила, что эти вопросы будут учтены, и депутаты от региона будут способствовать их решению со стороны государства. Екатерина Шмидт, Асланбек Саламатов, Саэт Семигула, Акжаик, Акпарат.